друзья всем привет вы на канале tomtom hair это фен vgr voyager многие его называют убийца дайсон многие его называют конкурентом grel давайте распакуем давайте посмотрим попробуем проверим так ли это или нет сделаем выводы как обычно лично мое мнение возьмем диффузор попробуем качество пластика конечно полный все эти трубки гнутся ну качество вот здесь очень мягко по концентраторам концентратор принципе нормальный даже в комплекте вот такой двойная насадка она не должна нагреваться главное что я хотел здесь увидеть найти здесь нет режима самоочистки к сожалению вот он этот секс эпильный фен возьмем джерель вот видите почему я говорю всегда за наличие пленки чтобы она была потому что видите вот этот момент потертостью здесь есть и здесь тоже ну конечно выглядит он пиздец видите чё смотрите какая тема он треснут этот треснула эта тема ничего не поделаешь вроде держится не слетает смотрите пластик пластик очень обычно но не стоит забывать что этот фен стоит всего лишь 5000 рублей джерель он как будто бы по качественнее такой потолще защитной сетки сам вот этот фильтр очень фигово еще и толстые такие отверстия потому что сюда будет попадать бы а здесь то дырочки то как и у джерелл эти дырочки но сама сетка гораздо тоньше то есть посмотрите оттен джерелл у меня падал и у него теперь вот такая мятость вот она помята здесь есть а у него еще защита видите вот это пластиково если этот фен пизданется скорее всего вот эта штука она очень сильно помнется а вот эта штука она нахер разлетится джерелл здесь есть мелкая сетка которая когда забивается вы можете помыть ее в воде но перед использованием дать высохнуть она настолько мелкая что видите даже здесь мелкие частички талька забиваются обязательно делайте самоочистку прочищайте в этом фене нет самоочистки вот джерелл самоочистка есть здесь шнур 2,5 метра я замерил да это так все четко 2,5 метра у джерелл три с половиной метра то есть на целый метр длиннее насадочки идут на магнитах магнит в принципе хороший крепкий самый главный минус того что он крутится блять как пропеллер а это не есть хорошо немножечко задели все видите ты взять насадочку джерелл она здесь прорезиненной такой поверхностью очень плотно садится и ну чтобы его покрутить нужно приложить достаточно такие серьезные усилия конечно она никуда не денется короче я считаю что это удобней мне магнит этот нахер не нужен когда он вот такой да прикольно вы взяли так чупак finvoidger то мат немножечко потише джерелл немножечко по мне поприятнее конечно звук у него фендерл 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 войджер утяжелим попробуем джерелл фенд производители voyager заявляют что в этом фене 11000 оборотов производители джерел заверяют что в нем 9 500-10000 оборотов и каким-то образом фен voyager дует слабее хотя по идее оборотов него больше должен сильнее дуть сейчас покажу на весах наглядно как дует энджерел и пен voyager короче с этим разобрались значительно сильнее дует фен джерел хотя ему уже два года этот новый только что распакован и и и и и и и что такие вот дела друзья что могу сказать по поводу использования этого фена как по мне не знаю еще посмотрю как на камере это будет выглядеть но как по мне в живую неплохо он вытянул волосы хорошо результат в принципе одинаковый но я думаю что и и феном за тысячу рублей можно выкинуть волосы чем угодно и что дует горячим воздухом и можно будет у вас по поводу использования самое что было неудобно так как здесь вот эти кнопки они нажимаются и они вот здесь как раз где я хватаю постоянно как раз когда укладывают берут такое вот положение не постоянно на них нажимал переключал то температуру то мощность потока переключал проблем сильных не было с тем что он вот так крутится пару раз буквально там на что-то мне пришлось его поправлять но не сильно критично насадки конечно же нагревается что жарил что у той истории сейчас проверим эту двойную насадку в общем она нагревается не так сильно она нагревается как одностенная насадка но двухстенная так не должна нагреваться это горячая это горячие всего лишь я подустую где-то минуту даже может меньше это горячая так как не должно быть ручка у джерел она немножечко вот как пизанская башня немножечко наклонена джерел в эту сторону то у этого фена она немножечко в обратную сторону как-то счета неудобно вот этот угол он немножечко меньше и когда вы уже хватаете его самый корень так сказать что-то как-то тесновато здесь для дома принципе наверное можно попробовать купить этот финай честно сколько он протянет и я бы себе ни в коем случае не брал этот фен вот эта тема она уже бы не пришла поломана я не знаю если она упадет это все она разобьется если он упадет этой частью эта штука помнется здесь нет режима самоочистки ложь в характеристиках 11000 оборотов написано но когда я дум на весы он показал значительно меньше результат чем джерел вытянули они в принципе оба одинаково подкрутить было легче феном джерел а что по скорости сушки я конечно не стал замерять ставить тут секундомеры но когда я начал сушить этим феном я думаю блин быстро сушит сушил 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 прошло примерно минут пять-шесть я досушил взял фен джерел начал сушить и высушил наверно в два раза быстрее просто минуты за три я если честно так у того ни хрена себе вы знаете мой подход к инструментам я не хочу замещать качественные хорошие инструменты я не знаю сколько проработает этот говно вот это проработает сколько я не знаю поэтому вот это говно работает уже два с половиной года и все четко вот эта тема я не знаю я не хочу установить становиться с ним на дистанцию он когда работает воняет это пшеница из полей нормальный за 5 рублей нормально я думаю нормально да было пищу функции самоочистки тут было бы еще лучше ну блять качество материалов это вот это вот ну блять но не должно быть что это блять вот это пустотелая ручка какая-то вот эта тема она херова рассеивает поток джерелут особо она прям делает мой такой поток который просто может пробить человека насквозь вот эта тема ну кто хочет покупайте кто нормальный человек не покупайте спасибо за просмотр я попрошу вас подписаться на свою социальную сеть с одноименным названием том том хер и подписаться на свой youtube канал поставить лайк класс колокольчик оставить комментарий что вы думаете по поводу этого фена биджер убийца джерелл совсем не убийцы же а это всего лишь старый добрый вегер который создает только жалкую пародию всем пока он будет вечно жить в сердцах наших людей